Поехали. Да, простите за такую техническую заминку. Итак, я была руководителем этого проекта, который мы реализовывали в 2021-2022 году. Ну, собственно, давайте поговорим о прошлом, о том, с чего все начиналось. Вот вы здесь видите замечательные фотографии, это начало 2000-х годов. Комплексную программу Центр Гарант реализовывал уже в 1999-2002 году, проходила она три раза. Марина Евгеньевна, кстати, была участником этой программы, она училась на ней, да, сложно поверить в то, что она тогда не была директором Центра Гарант, а пришла учиться в Центр Гарант от другой некоммерческой организации. Вот. Успешно ее закончила, и, как вы видите, результат этой работы Центр Гарант работает уже почти 25 лет нам будет в следующем году. Вот. Федор Логинов – это первый директор Центра Гарант, он являлся тогда координатором этой программы. И, собственно, эту программу прошли 30 организаций за три года, и примерно половина из них сейчас до сих пор работает в нашем регионе, чему мы очень рады. И, поскольку программа являлась успешной, мы решили, так сказать, стряхнуть пыль с нее и попробовать внедрить и провести ее еще раз. Почему? Потому что на протяжении последних лет был достаточно большой запрос на устойчивость организации, особенно финансовую устойчивость организации. Практически на каждом семинаре нам об этом говорили организации, участники наших обучающих программ, что нашей организации не хватает устойчивости, мы хотим быть устойчивыми. Поэтому мы решили, что, наверное, пришло время, чтобы повторить этот успешный опыт. И большое спасибо фонду президентских грантов, который поддержал нас в этой идее и профинансировал наш проект. Проект был немножко больше, чем комплексная обучающая программа сама, но я сегодня остановлюсь только на ней, на обучающей программе. Итак, для того, чтобы все-таки программа отвечала современным тенденциям и запросам, весной 2021 года мы провели анализ обучающих материалов, которые сейчас находятся в открытом доступе. Мы провели буквально 16 интервью с ресурсными центрами, инфраструктурными организациями, которые занимаются обучением некоммерческих организаций, просмотрели все, что находится в открытом доступе, правоматериалы, и, собственно, доработали нашу старую комплексную обучающую программу для того, чтобы она отвечала всем современным требованиям. Ну, вот то, что у нас получилось. Примерно 10 месяцев обучения с сентября 2021 года по июнь 2022 года, 5 очных модулей на различные темы, отвечающие запросам некоммерческих организаций, и после каждого модуля «Домашние задания», более 20 онлайн-семинаров и практикумов мы провели за этот период, наши кураторы дали более 200 консультаций. Вот это, конечно, был очень большой труд и большая работа всей нашей команды. Пройдемся немножко по тому, в каких направлениях мы работали, то есть в течение года у нас было таких три ключевых направления работы. Первое – это очень важный отбор участников, потому что мы хотели, чтобы люди, которые придут на эту программу, получили максимум от нее, чтобы они понимали, что тоже это тяжелый труд, и поэтому мы так немножко с этим заморочились, и отбор у нас проходил два этапа, я сейчас расскажу об этом поподробнее. Ну, собственно, второе направление работы – это сама обучающая программа, очные модули, онлайн-встречи. И третье направление работы – это сопровождение кураторами, для того, чтобы организации могли внедрить полученные знания в работу, ну и чтобы они не свинтили с этой программы раньше времени, потому что все-таки нам хотелось, чтобы они все прошли ее до конца. Итак, отбор. Летом 2021 года мы специально создали сайт для обучающей программы отдельной, на котором прописали все условия, кто может участвовать в этой программе, какие организации, какие требования для них. Создали анкету регистрационную, и эта анкета позволила нам уже на первом этапе немножко так протестировать организации, и посмотреть, какой они сейчас находятся в стадии развития, что у них есть, чего нет. И это тоже очень помогло нам для того, чтобы отобрать тех, кому это будет максимально полезно. Вот. И на первом этапе, значит, желающие принять участие заполняли эту анкету на сайте. И для проведения отбора… Дальше… Сейчас, минуточку. Вспомню. Вот. Значит, после того, как организации заполнили анкету регистрационную, мы для всех, кто заявился, провели установочный семинар. Установочный семинар онлайн для заявителей на тему стратегического управления. На этом семинаре заявители сами смогли понять, актуальна ли для них эта программа годовая, смогут ли они пройти ее до конца, потому что мы, конечно же, сразу же рассказали им, что их ждет. Вот. И мы смогли понять, кому из заявителей эта программа будет максимально полезна. И все участники водного семинара получили домашнее задание. Нужно было им написать эссе. Эссе на тему, какой я вижу свою организацию через пять лет. И это домашнее задание тоже позволило нам отсечь небольшое количество организаций, которые не готовы работать в таком формате, выполнять домашки, не готовы к такой интенсивной занятости на очных и онлайн встречах. Немножко в цифрах. То есть мы получили 61 заявку на участие от некоммерческих организаций Архангельской области. 39 из них прислали эссе. То есть, видите, достаточно большое количество отвалилось уже на этом этапе. Второй этап отбора было собеседование. Собеседование с командами, которые заявились. Наши сотрудники его проводили для того, чтобы познакомиться с ними поближе. И 33 организации прошли это собеседование. То есть здесь тоже еще такой естественный отбор случился. Шесть организаций, к сожалению, не захотели проходить собеседование. И из 33 организаций 25 стали участниками образовательной программы. Сразу после этого мы... И мне кажется, что, наверное, именно благодаря такому отбору получилось, что мы почти не потеряли в процессе уже потом обучения. То есть всех, кто мог отвалиться, все отвалились до начала. Да, ну такой специальный, естественный отбор у нас получился. Для того, чтобы участникам программы было удобно работать, мы создали личный кабинет. На этом сайте он был доступен только для наших участников. Он был не в общем доступе. И на этом сайте они могли посмотреть все записи онлайн-встреч. Мы выкладывали все вебинары, все, что было возможно, практикумы. Мы выкладывали все полезные материалы. Выкладывали расписание программы. Когда будет, где будет, кто будет спикер. Там были все контакты кураторов. Домашнюю работу можно было отправить. То есть все, чтобы они могли найти в одном месте. Это, в принципе, было очень удобно. И все участники отметили, что это просто прекрасно. За что большое спасибо, Виктория. Это вот ее труд большой. Мне кажется, что он прям хорошо получился. Итак, из чего еще состояла программа? Это пять очных модулей. Первый очный модуль, он, наверное, был самым важным. Это организационное развитие и менеджмент организации. Экспертом выступал Алексей Кузьмин, компания Process Consulting. И, кстати, Алексей был экспертом и тех образовательных программ в конце 90-х, начало 2000-х, про которые я говорила в начале своего выступления. Мне кажется, это очень символично, потому что Алексей Кузьмин – это просто эксперт в этой области. Мы очень рады, что он согласился с нами поработать и с нашими участниками. Итак, три очных дня, очень интенсивная работа. В первый день организации просто поговорили про процессы управления, то есть какие бывают стадии развития организации и много таких теоретических, скорее, вещей. А вот второй и третий день они посвятили тому, чтобы пройти стратегическую сессию, то есть научиться проводить стратегические сессии на примере, каким они видят будущее Архангельской области. Примерно так они объединились в команды. Для чего это было нужно? Мы специально сделали, чтобы они не делали стратегию своей организации, потому что организаций много, у них очень разный уровень развития, но они должны научиться делать это самостоятельно. И поэтому мы дали им на очной встрече все эти инструменты для того, чтобы они дома могли со своей командой поговорить про свою организацию. Это очень важно, потому что стратегию должна делать команда, а не один человек. И так они получили домашку после модуля провести в своих организациях стратегические сессии, написать миссию, ценности своей организации, определить цели и результаты, ну и шаги к достижению этих результатов. Нам потребовалась встреча с Алексеем еще раз, то есть мы встречались еще онлайн, и он давал еще дополнительно консультации для участников. Вот. Ну, нам кажется, что этот модуль был прям самым важным за этот год, о чем потом, кстати, отметили все участники обучения в конце. Второй очный модуль был посвящен социальному проектированию и современным методом управления проектами. И домашка после этого модуля стал грантовый конкурс внутренний только для участников нашей обучающей программы «Территория роста». Все 25 организаций подали на нее заявки, написали, подали заявки, и мы поддержали 15 проектов из них. Максимальная сумма была 50 тысяч рублей, и вот до мая 2022 года они эти проекты все успешно реализовали, отчитались и воплотили свои идеи в жизни. Денежные средства, кстати, были заложены у нас в проекте, то есть это было софинансирование от фонда президентских грантов, ну и наши собственные средства. Третий очный модуль был посвящен позиционированию и устраиванию партнерств. Это был, кстати, наверное, по отзывам наших участников, самый сложный для них модуль, потому что это такая специфическая тема, не все ей владеют, и им было достаточно сложно. Но все, кто выполнил домашку после этого модуля, то есть 10 организаций, получили от нас бонус, это возможность доработать свои сайты или создать свой сайт новый и доработать свои группы в социальных сетях ВКонтакте. Вот 10 организаций воспользовались этой возможностью. Мы создали 7 новых сайтов, один сайт был доработан, и 6 некоммерческих организаций полностью изменили свои социальные сети для того, чтобы еще максимально эффективно работать со своей аудиторией. Ну и этот блог также у нас включал еще рассказы про эти некоммерческие организации. То есть мы сняли 5 выпусков программы Доброе ТВ и 15 роликов тетрированных для медиапортала «Нам здесь жизнь». Это интернет-площадка, то есть эти ролики размещаются в YouTube и в социальной сети ВКонтакте. Все эти программы были посвящены как раз нашим некоммерческим организациям Архангельской области и рассказывали об их деятельности. Четвертый очный модуль был «Правовые основы деятельности и финансовый НКО». Как отметили участники, это был самый скучный модуль, но, к сожалению, без этого никуда, потому что эти знания очень важны. Домашнее задание после этого модуля у них было, конечно, сдача финансовых и содержательных отчетов по проекту. И пятый очный модуль, последний модуль состоялся у нас в апреле 2022 года. Это была стратегия привлечения и использования ресурсов. После этого модуля все организации получили домашку разработать фандрайзинговую стратегию своей организации, а также разработать фандрайзинговое событие в рамках, конечно же, этой своей стратегии для того, чтобы привлечь деньги. Но хочется сказать, что, конечно, это тоже была достаточно сложная для них тема. Для того, чтобы облегчить им жизнь, мы создали шаблоны фандрайзинговой стратегии, чтобы они могли хотя бы как-то структурировать свои мысли, им было проще. Но зато на этом модуле они сказали, что они поняли, зачем он нужен первый семинар про стратегию. Потому что это все связано, и в первый день они мучили. События были очень разные, различные форматы, вот как вы видите, от краудфандинга и сбора денежных средств на платформе Круг благотворителей прошел. Также была выставка собак, фестиваль исторической реконструкции, то есть прям большой такой широкий диапазон различных форматов проведения. Потому что, конечно, фандрайзинг – это не только про деньги, фандрайзинг – это и про сторонников, про партнеров. И каждый решал свою задачу, каждый решал задачу, которую он поставил себе в фандрайзинговой стратегии. Мы не требовали от них, чтобы это был обязательно сбор денежных средств. Помимо очных модулей у нас были еще онлайн-семинары и практикумы. Более 20 мы провели их. Они были прямо на различные темы, очень разные. Это была и подготовка отчетности в Минюст, и конфликты на работе, и основу волонтерского фандрайзинга, и как найти идею для своего проекта. То есть все эти темы, в принципе, возникали во время обучения, либо от самих участников, либо нам вот так казалось, что им это сейчас очень нужно. Может быть, они не озвучивали. Но, в принципе, они все им были очень полезными. Что-то еще мы разбирали на этих встречах. То, что не успели в очные модули, потому что программы были очень обширные, и, конечно, не все успевали сделать. Ну и третье направление важной очень работы – это, конечно, сопровождение организаций. Здесь, кстати, у меня не все влезли кураторы. У нас их было 9, по 2-4 организации у каждого куратора были приглашены эксперты и специалисты гаранта. Кураторы провели больше 200 консультаций, встречались со своими подопечными перед и после очных модулей для того, чтобы помочь им с домашкой, ответить на любые вопросы, и внедрить полученные знания в работу организации. Это было для нас очень важно. Ну и, конечно, важным таким спектром оказалось, что все кураторы немножко подрабатывали психотерапевтами, потому что психологическая поддержка оказалась что-то не менее важна. Особенно где-то к середине программы, наверное, к четвертому модулю, участники стали немножечко терять мотивацию, и нам приходилось им напоминать, зачем они пришли в эту программу, что они прошли уже достаточно большой путь, и все это бросить на полпути, конечно, будет очень обидно. Поэтому вот, если что, сотрудники центра гарант могут оказывать еще и психологическую поддержку своим подопечным. Ну что, резюмируя все вышесказанное, хочется подвести вот результаты программы. Вы видите, что, ой, я, кстати, тут ошиблась, нолик – это лишний. Конечно, они смогли привлечь более 30 новых партнеров, не 300. Так, Марина Евгеньевна… Но потом будет 300. Мы очень надеемся, да, очень надеемся, что они смогут, да, но они привлекли более 30 партнеров. Они за время прохождения вот этой программы подготовили очень много проектов на различные конкурсы, федеральные, региональные, да, и муниципальные. 26 проектов из них победили в этих конкурсах, и наши некоммерческие организации смогли привлечь в регион более 20 миллионов рублей. Но мне кажется, что более ценно, еще более 10 миллионов рублей они смогли привлечь из других источников, привлекая партнеров и бизнес. Ну, то есть вот это просто здорово. Ну и когда закончилась программа, уже в июне мы с ними разговаривали на эту тему, да, они говорили, что у них было подготовлено уже более 30 заявок на новые конкурсы, что тоже не может не радовать. Они стали думать о том, что думать о финансах, о стратегии нужно постоянно. И заботиться о том, о финансировании своих проектов тоже нужно постоянно. Не работать от проекта к проекту. Вот. Ну, это фотографии с нашего выпускного. К сожалению, на выпускной смогли приехать не все с области. Некоторые организации не смогли приехать. Это был такой очень хороший праздник. И, кстати, только, наверное, на этом выпускном я сама почувствовала такое удовлетворение от работы над этим проектом и программой, потому что участники подходили и рассказывали, чего им удалось добиться благодаря нашей программе. И это прямо было очень ценно и важно. И самое главное, что они все отметили, это то, что они появились друг у друга. У нас прямо за этот год сформировалось сообщество, сообщество некоммерческих организаций, которые стали партнерами друг для друга, они стали ресурсом друг для друга. И это вот очень ценно и важно. И самое главное, это решило ту задачу, которую мы ставили себе перед началом всей этой обучающей программы. Мы хотели, чтобы у нас появились устойчивые партнеры, партнерами, с которыми мы можем вместе работать в нашем регионе, решать социальные проблемы, и они появились, чему мы очень-очень рады. И последнее, что скажу еще, если вы захотите познакомиться подробнее с нашей программой, у нас есть сайт, вот видите здесь адрес, если нужно будет, я сброшу его еще в общий чат, можно будет пройти, посмотреть. Вот, кстати, я вижу, у Ксении Мишутина сидит, смотрит. Да, Ксюша была участником тоже нашей программы. Вот, а теперь это наш, считаю, полноценный партнер, чему мы тоже очень рады. Вот, если захотите, заходите, там можно прочитать, посмотреть, там есть отзывы наших участников, можно узнать все про те 25 организаций, что принимали в ней участие, есть ссылочки на все их ресурсы, сайты, описаны, из чего состояла программа, отзывы, кураторов, экспертов, которые принимали участие в этой программе. Поэтому я думаю, что там такая прям очень полная информация, вы сможете с ней познакомиться. Ну и наши контакты, если вдруг у вас будут какие-то вопросы, мы всегда можем поделиться с вами методическими материалами абсолютно бесплатно. Вот, большое вам спасибо всем за внимание. Если будут вопросы, тоже готовы ответить. Спасибо, Ирина, большое. Я вообще предлагаю поаплодировать. Ирина, значит, это вообще, вот это выступление, это в тему нашего сегодняшнего мероприятия, как учить своих сотрудников. Спасибо. Спасибо.